приветствую вас друзья меня зовут артик и я рассказываю о том как быстро легко и правильно ремонтировать автомобиль сегодня в работе у нас старичок грузовичок peugeot боксер 2004 года выпуска на нем будем производить ремонт передней подвески а конкретно в данном видео мы рассмотрим замену передних амортизаторов замену переднего ступичного подшипника и замену шаровой опоры все покажу расскажу как всегда будет детально пошагово описано и показано все моменты и нюансы в данном видеоролике будут освещены если данное видео вам понравится будет чем-то полезным ставьте лайк подписывайтесь на канал выкладывайте ролик социальной сети переходим к ремонту все работы у нас будут производиться на примере передней левой стороны тут все видно относительно невооруженным взглядом амортизатор вытек причем очень давно весь мокрый проблемное место явно плюс подшипник у нас болтается уже в вертикальной плоскости и даже если здесь сейчас покрутить хоть себе с колеса и уже снял правда но она слышно перекат сейчас расслабим колодки будет видно болтается сама ступица в кулаке плюс проблемка у нас люфт по шаровой мы тоже так мелочи по сравнению с подшипником и амортизаторами все будет как и говорил в одном видео сниму покажу все три операции то есть подшипник амортизатор шаровая все будет в одном ролике начнем с чего у нас с этой стороны на колодке идет датчик износа стоит на колодках здесь рассоединим штекер тут язычок приподнимем просто вверх стягиваем и из посадочных сам проводок мы достанем берем сторону чтобы нам не мешал это раз сейчас я его подвяжу куда-нибудь здесь и теперь нам необходимо снять суп от колодки в общем все что относится к трамвозной системе на данном колесе с чего начнем видно у нас шланг крепится в таком пластиковом держателе он прикручен был гаечкой но гаечка сломана уже и его подвязали пластиковым хомутом хомут сейчас раскусим вожмем суппорт именно поршеньки тут у нас в чем вопрос у нас здесь вот такая вот подпружиненная пластинка есть неудобно будет закладывать отвертку и упираться суппорт или она согнется или может скачать отверточка сломаем вдруг на датчик износа который кстати тоже надо снять вот здесь вот с посадочного попробуем сейчас если получится ни одной рукой все это сделать потому что будем суппорт снимать надо будет проводок внутри пропустить вот так что как мы будем закладывать вот здесь между скобой и самим суппортом отверточкой сверху или снизу нам буквально чуть-чуть потому что не надо полностью ужимать вжимать сами поршеньки потому что видно у нас здесь колодки нового это все будет ставиться на место потом достанем заглушечки раз два и шестигранником номер 66 миллиметров откосим болты сверху снизу и уже потом снимем суппорт и подвесим его чтобы он не на штанге висела на какой-нибудь крючке ну что вроде бы все объясню показал поехали суппорт демонтировали подвесили там в сторонке далее снимем скобу она прикручена двумя болтами под шестигранник 14 миллиметров и ударим тормозной диск тормозной диск обычно тоже прикручен но здесь видно болты крепления сломаны поэтому у нас ничем не держится сразу его демонтируем с тормозной системой закончили да забыл уже в самом начале сказать самое главное тупанул чуть-чуть сделать сделал а не сказал естественно перед тем как мы разбираем автомобиль и проверяем чтобы у нас откручивалась шрусовая гайка пока стоит автомобиль на колесах я все проверил мне крутится отжал ее сейчас открутим полностью ее и проверим чтобы у нас убивался шрус плюс смотрите что я говорил убрали тормоза и сейчас будет видно как у нас тут болтается сама ступица так довольно сильно разбило еще может конечно такое случится что придется ступицу менять пока откручиваем гайку проверяем выбиваем шрус шрус у нас из посадочного выходит никаких проблем нет двигаемся дальше открутим гайку крепления любого наконечника тут у нас 22 головка наконечник выбиваем и гайку крепления шаровой опоры тут головка номер 24 также откручиваем вбиваем столько стабилизатора можем не откручивать здесь у нас хватает места чтобы рычаг ушел вниз и шарова из посадочного палец достали плюс я сомневаюсь очень сильно сомневаюсь что здесь датчик пойдет попробуем конечно но сомневаюсь даже что болтик пойдет скорее всего будем снимать датчик то есть кулак вместе с датчиком для этого из посадочных выщелкиваем проводок здесь посадочные которые на кулаке плюс те посадочные что у нас на кузове из них также достаем шланг здесь у нас такой крепление ци пластиковая раскрываем все что нам мешает убираем в сторону надо проводочек тоже убрать так и нам надо будет потом из-под капота рассоединить штекер и провод уже спустить сюда вниз а естественно все покажу для начала разбираемся с гайками наконечника и шаровой опоры здесь подвеску разобрали сейчас нам перейдем вверх рассоединим штекер датчика bs и потом уже нам останется открутить подушку верхнюю опору крепления амортизатора поэтому опускаем автомобиль переходим к штекеру расположение штекеров на датчике bs с водительской стороны не располагается вот там за воздушным фильтром вот она сам топлива виден вот под ним для удобства сейчас я сниму воздушный фильтр но тут тоже на себя все просто снимем патрубок нижний вот там верхний и сам корпус фильтра прикручены изнутри гайками то есть надо снять вот эту вот крышку достать фильтр и открутить у меня правда там подушки вырваны поэтому я естественно разбирать не буду я только откручу сниму хомутики сверху снизу и попробую достать корпус воздушного фильтра корпус фильтра воздушного демонтировали ну вот добрались теперь то штекеры он хорошо виден вот он это у нас штекер на датчик bs необходимо будет естественно рассоединить само соединение и уже далее вы щелкнув сам провод из всех посадочных всех креплений достать его туда вниз к поворотному кулаку это у нас по водительской стороне по пассажирской тут попроще чуть-чуть штеки располагается вот здесь вот площадка аккумулятора вот он до нее здесь полегче добраться но также все выщелкиваем и выводим его туда вниз провод достали вывели его сюда совсем неудобно реально очень неудобных местах проложим там изнутри по лонжерону сейчас чуть-чуть поколдовать сейчас для того чтобы нам легче снимался амортизатор который мы также будем менять открутим 4 болта крепления поворотного кулака к амортизатору два с этой стороны подголовку 24 два с противоположной кулак в сторону и потом переходим в салон будем откручивать верхнюю опору амортизатор нам осталось открутить амортизатор сверху для того чтобы это сделать необходимо будет снять пластик вот этот и добраться до верхних болтов крепления верхней опоры амортизаторов нас интересуют именно болты под торкс вот здесь раз два один находится вот здесь под рычагом открытия капота видим там так и еще вот здесь под рычагом регулировки руля 4 вроде бы все вроде бы только эти болты открутить нам надо их и обратно то есть 1 2 3 4 по моему так эти два мы не трогаем это болты крепления вот этой наружной крышечки нас они не интересуют давайте посмотрим открутим пока это попробуем снять вот этот нижний пластик и наверно где-то вот еще вот у нас в этом месте держится попробуем вот эту часть достать посмотрим где-то здесь должен быть еще один саморезик пластиковую защитку мы убрали теперь вот эту все всю проводку которая здесь находится также убираем пониже тут еще что-то самоделки на какие-то у нас интересует именно вот тут защитка звуковая тепловая звуковая какая-то пробуем ее доставать отлично достали и вот мы добрались до верхней опоры амортизатора которая крепится тремя болтами подголовку 16 миллиметров используя г-образный ключ гуськовый г-образный как-то называют мы их срываем и дальше откручиваем при помощи трещотки не прямо этой щетки что у кого есть или опять же просто ключи откручиваем три болта демонтируем амортизатор сборе амортизатор сборе ну что же все сняли что нам необходимо было кулак для замены подшипника амортизатор стоечка в сборе для замены амортизатора что сейчас будем делать хочу попробовать начать переписовки подшипника кстати вот сейчас вот очень хорошо слышно как он будит как так как нам любом здесь случае менять шаровой опору открутим сразу вот эту вот металлическую защитку тепловой экранчик она крепится как раз двумя болтами под шаровой опору и вот здесь у нас болтик подголовку 13 ее открутим чтобы мы потом могли упираться вот здесь вот в кулак во время выпрессовки но и саму шару опору также демонтируем то есть выкрутим все четыре болта уберем и пока в сторону и пойдем перейдем к прессу будем пробовать выпрессовывать потому что не факт что он выпрессуется бывает и такое не могу я выпрессовать ступицу из подшипника сейчас буду думать что делать еще честно говоря не знаю будем смотреть час что-то пробовать делать итак друзья как видите у меня на столе лежит новый поворотный кулак подшипником о чем это говорит это говорит о том что я не смог выпрессовать ступицу из кулака обращались на и 100 которая занимается именно грузовиками там по ним электро гидравлический пресс не смог также его выдавить просто уперся на месте и стоял скорее всего ступицу просто заварила в подшипниках поэтому клиент решил не заморачиваться привез новый поворотный кулак новый подшипник новую ступицу что у нас по подшипнику подшипник у нас фаговский вот под таким номерочком посмотрим что в комплекте у нас комплект новая гайка заглушка на гаечку и сам подшипник вместе со стопорным кольцом новым да по выпрессовке но если все-таки выписывать выпрессовываем сначала ступицу естественно потом на здесь стопорное кольцо стоит чтобы она легче доставалась прямо в него вертикально наставляем отвертку зубила что-нибудь и проходим его отбиваем чуть-чуть чтоб она отошло можно здесь также постучать и потом уже пробуем сначала в отверстие вот это наставляем кунись отверточку чтобы она чуть-чуть сдвинулась в одну сторону вторую и потом уже сжимаем и достаем по выпрессовки после нам останется только выпрессовать подшипника естественно собирать чтобы не в обратной последовательности все но все покажу естественно и это у нас ступица по идее до мая ли я сравнил все такое у меня все подходит на что обращаю внимание если меняем ступицу на то чтобы перед тем как запрессовывать на то чтобы у нас количество шлицов совпадала ступицы и на шрусе знаково то можно записывать потом окажется что ступица не то но я сравнил все у меня окей перейдем сейчас в запрессовке пойдем к прессу запрессуем подшипник установим стопор и после уже запрессуем саму ступицу начинаем запрессовки подшипника поворотный кулак у нас разницы нет какой стороной подшипник устанавливать единственное что упираемся или по всей площади кладем пластину или упираемся в наружную обойму когда вот уже надо будет внутри запрессовывать подбираем оправочку или старый подшипник и осуществляем нашу процедуру подшипник запрессовали установили его на свое место далее устанавливаем стопорное колечко и осталось нам запрессовать ступицу посадочная в подшипнике но для этого нам необходимо для начала перевернуть кулак и установить его получается на ступицу при запрессовке ступицы в подшипник упираемся обязательно во внутреннюю обойму потому что если мы будем упираться вот здесь и запрессовывать ступицу то у нас так как подшипник внутри состоит из двух обоим то мы одну пройдем будем запрессовывать а во второй упрёмся и просто ее отсюда выдавим тем самым подшипник у нас поломается придется устанавливать новый поэтому еще раз повторю устанавливаем ступицу сверху кулак упираемся во внутреннюю обойму и запрессовываем ступицу посадочная в подшипнике запрессовка подшипника мы закончили сейчас сразу же этой страны у нас идет замена шаровой опоры установим шар в опору новую защиту тормозного диска и перейдем к замене передних амортизаторов шаровой опоры у нас фирмы Майли номерок устанавливаем ее на посадочное место и 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 же проблема. У нас латунная втулочка установлена в верхней тарелке пружины, а это у нас алюмишка, и они между собой окисляются и клинят. Посмотрим сейчас на состояние втулочки. Ну вот она. Мы ее почистим, промажем и все будет хорошо, я думаю. Ну и подшипник сам уже довольно сильно перекатывался. Подшипник и подушку мы будем менять, в принципе как и амортизатор с отбойниками и пыльниками амортизаторов. Достаем старый амортизатор, убираем его в сторону. Не забывайте, на штоке еще под тарелкой имеется шайбочка, при замене амортизаторов не забудьте поставить. Но сейчас перейдем к новым амортизаторам. Новые амортизаторы у нас фирмы Каяба. Правый, левый, они у нас одинаковые и идут под одним номером. Перед тем, как мы его будем устанавливать, амортизатор необходимо прокачать. То есть 5-7 раз полностью шток достать и вдавить, достать и вдавить. Так 5-7 раз делаем. Продолжение следует... амортизатор прокачали далее устанавливаем пыльники и отбойники на штуку амортизатора пыльники и отбойники также каяба идут под таким номером я их опущу в самый низ чтобы шток не втягивал а шток естественно вытянем сейчас максимально вверх амортизатор устанавливаем посадочное на пружине и дальше переходим к нашей тарелочки и опорным подушкам опорную тарелочку я почистил подготовил здесь посадочная под подшипник прошелся чтобы относительно ровненькая была ржавчины поменьше ну втулочку саму вычистил подготовил в принципе все хорошо бывает втулку съедает полностью то есть бывает настолько клинит что выедает одну часть где-нибудь допустим с одной стороны там где легче ходить баловалу и в таком случае опорную тарелочку упорную необходимо будет заменить но здесь все нормально далее идем к подушкам подушки у нас фирмы оптималь разница в чем они у нас правая и левая вот одна идет под номером таким вторая на семерочку заканчивается мы разбираем левую сторону нам естественно нужна левая подушка они зеркально отличаются между собой то есть одной стороны у нас здесь вот такой как бы выпуклость полукруг на правой будет с этой стороны вот наша подушечка все в порядке в комплекте должен еще быть подшипник здесь подшипник опорный у нас устанавливается металлической частью на тарелку то есть у нас рабочая часть вот эта вот черненькая на ней вращается опорная подушка подушка естественно нас будет устанавливаться сюда не забываем и единственное промазать смазочкой чтобы у нас не окислялась чтобы там скользила свободно в принципе можем переходить к амортизатору это все на месте на стоечке собирать не забываем также что здесь у нас еще стоит уплотнительная резиночка приступаем к сборке стойки не забываем про шайбочку которая кладется под тарелку и 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 Но стоечку собрали, можем переходить к сборке. Собираем все, как всегда, в обратной последовательности. У нас есть еще один нюансик по зажатию ступичной гайки на шрусе. Тут есть два варианта зажатия. Первый вариант, если резьба у нас именно шрусовая, там, где гаечка закручивается, 28 мм, если такая резьба. Закручиваем усилием 370 ньютонов на метр. Если резьба диаметром 33 мм, закручиваем 430. А так, никаких особо проблем нет. Зажимаем, собираем в обратной последовательности. Сейчас это все будет, правда, в ускоренном варианте. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. С вами был Артик, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Простите обиду, но слез не видно. Сокрываемся в себе, а в забиле девчуга душу отрезательный ответ. Конечно, он немного хуже и неясно, а чего же так приятно. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Завтра утром мир прождется от любви. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чувства упадут на землю, обнажив мечты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА